Всем доброго времени суток, у микрофона Павел Злой И сегодня мы с вами продолжим цикл видосиков про поиск идеального хранилища паролей И следующий в моем импровизированном списке идет замечательная системка под названием TeamPass Ну что ж, давайте начнем по списку, так сказать Еще раз напомню, основные задачи, которые должна решать система управления паролями Во-первых, она должна быть централизованная То есть это должна быть какой-нибудь сайтик или сервис, который позволяет пользователям через экстеншены в их браузерах подключаться к себе Очень хорошо, если там будет авторизация через LDAP То есть чтобы пользователи могли использовать свои доменные учетные записи для того, чтобы этими паролями пользоваться Странно звучит Ну и понятное дело, администратор данной системы должен иметь возможность расшаривать доступ к этим паролям Чтобы юзеры могли видеть их в списке автозаполнения Когда подключаются к каким-то своим системам Нужно это для того, что если, допустим, какой-нибудь из сотрудников вдруг внезапно уволится Чтобы он не хранил пароль на своем персональном аккаунте Допустим, в каком-нибудь Яндексе или, не знаю, Gmail Ну, имеем в виду служебные пароли, конечно же И вторая причина То, что, допустим, у пользователей Допустим, пользователей 30 человек или 50 И всем им нужно иногда заходить на какую-нибудь общую систему из-под одного пароля Да, конечно, это звучит тупо лучше, когда у каждого своя учетная запись Но иногда бывает, что пароль только один Допустим, это какая-нибудь, ну, даже не знаю, какая-нибудь компания Которая предоставляет какие-нибудь услуги Ну, например, брокерская или типа того И у них есть одна служебная учетка Их аккаунт компании, грубо говоря И всем юзерам иногда приходится туда заходить Чтобы, например, какие-нибудь задачи повыполнять Там, статистику посчитать или типа того Вполне логично, что пароли нужно время от времени иногда менять И вот представьте себе ситуацию Что, допустим, 50 человек и сисадмин один Ему надо, или, допустим, двое Им надо всем этим 50 человекам объяснить Что поменялся пароль от этой системы, на которую они все заходят Это достаточно проблематичная задача, я вам так скажу Так как в прошлом я все-таки немного админ И некоторый опыт в этом вопросе имею Для этого, собственно, и придумали централизованные хранилища Где админ может зайти, в одном месте поменять Нажать кнопку там сохранить И у всех пользователей разом меняется пароль Это экономит время, нервы и много чего еще Ну а во всем по порядку Давайте начнем сначала, так сказать Театр начинается с вешалки Попробуем посмотреть хотя бы сначала сайтик Опа, да Это не у вас глючит видос Это так глючит сайт Я это называю ситуация, когда фронтенд писал бэкендер Потому что у меня примерно так же получалось просчитывать джаваскрипт расчеты Причем я уверен, что когда Наверное просто бэкендер тестировал вот так вот мышкой зажав скролл Он не тестировал колесиком, возможно, свою работу Может у него там селением или типа того Ну короче, это очень странно выглядит Так, двигаемся дальше Фьючеры, about team pass Это парольный менеджер Распределенные хранилища паролей Коллаборационирующие Для общего доступа между юзерами Фьючерсы Безопасность Но об этом мы еще поговорим чуть попозже У меня есть пару вопросов насчет безопасности Customizable Это тоже у меня очень большие вопросы Fine tuning Ну тут Тут, допустим, я еще поверю Так, screenshots Окей Так, это неужели это та самая переключалка А, нет, это просто выделялка Ну, я думал, она будет просто хайдить Знаете, был, короче, такой jQuery-овский плагинчик Который хайдил окошко Кстати, а можно ли его во весь экран? Да, да Это галерея Стандартный какой-то плагин галереи на jQuery явно Потому что, ну, слишком она стремно как-то выглядит Так, core futures Так, security access Распределение ролей Привилегии пользователей Древесная структура Древовидная, пардон Data encryption Шифрование, то бишь Definition Offline mode Персональные папки Окей Опа Вот это тоже хорошо Это, кстати, тоже один из примеров Когда над фронт-эндом работает бэкэндер Я прям просто себя узнаю В каждом элементе данной системы И не только здесь Это вот, так сказать Я зашел на сайт И у меня просто У меня просто немножко отваливалась челюсть Так, commercial spot On diamond Так, то есть у них еще есть У данного сайта Есть еще Точнее, у данной системы Есть еще платная поддержка Так, fast answer Support or log Вот тоже интересный пример Прекрасного выбора цвета Голубой на Темно-светло-голубой на темно-голубом Отзиви, отзиви Тестимониалы Так, ну это стандартный jQuery-вский jQuery-вский плагинчик Slider Так, что у них тут есть Communication flows У них есть GitHub UserEcho Read the docs И Reddit Окей Fear is now better Что тут зашифровано Firefox extension is now better Окей Так, ну и вот автор проекта TeamPass есть в Twitter Прикольно Блин, как меня раздражает Это дрожание Это тверкинг Просто Мои глаза просто впиваются Я чувствую ярость Чувствую присутствие Древнего волшебства Ну да ладно Я считаю, что у хорошего Бэкэндовского проекта Не всегда должен быть Красивый сайт К тому же, даже если подумать Ну, какой-нибудь пример Из жизни Ну, допустим У провайдеров Которые дают Классные ресурсы Часто бывает Что сайт Ну просто какое-то Ужасное говно Ну, хотя Как правило В нормальных Конторах Там полный порядок Но если над проектом Работает один человек То в принципе В принципе Ничего страшного Эти косячки Они решаются Ну буквально Типа за вечер Было бы желание Файлы хранятся Сразу, знаете, воспоминания PHP 5.6 Я апгрейджу на 5.6 Легаси проект Написанный на 4.0 Вот И вот Примерно у меня похожие ощущения Или даже там С 5.3 на 5.6 перевожу Вот у меня похожие Опечатления были Ощущения Вот Но это мы еще Кстати с вами Не касались кода И На самом деле Лучше бы мы его И не касались Вот В некоторых местах Вы там просто Офигеете Ну Да ладно В общем Я создал еще тестовый Проектик У себя уже локально Где Мы будем с вами Разворачивать Docker контейнер Склонируем сам Реп Посмотрим что там Внутри И попробуем Это дело запустить На Локал интерфейсе Итак Клонируем коды Давайте возьмем SSH Откроем терминал Давай Откройся терминал SimSim Куку PHP Шторм Я не понимаю Вот Собираешь себе Суперкомпьютер И он один фиг тормозит Где справедливость жизни Почему ее нет Ого Это же сколько он весит Ну В принципе Если учитывать Что Проекту уже Очень много лет Я там посмотрел В некоторых файлах Некоторые файлы Созданы были Аж в 2009 году То есть На данный момент Октябрь 2020 года Это Ну 11 лет Получается То есть Для 11-летнего проекта В принципе Наверное Обычное дело Хотя Возможно Как-то Немножко Великоват Может быть Мне не стоило Весь индекс Гитовый Клонировать Наверное Стоило сделать Фечь Див 1 Ну да ладно Давайте Пускай будет Как будет Нам то Что Жалко что ли Окей Проект Вроде Склонировался 120 мегабайт Это я вам скажу Не так уж И мало Для Такой Вроде Кажется Простенькой Системки Я даже Если честно Не знаю Что там Блин На столько Мегабайт Может быть Вот Бэкап Скрипты Есть Давайте Лучше Через Шторм Посмотрим Так Ну что Сразу Бросается В глаза Во первых Что Наличие Композера Композер У нас То бишь Есть Единственный Недостаток Скажем Так Этого Композера Что от него Толку как-то Не особо Много Потому что Здесь не используется Самая главная Фича Композера А именно Автолоадинг То есть Это вам должно Намекнуть Что классами Здесь скорее всего И не пахнет Ну и Как впрочем У меня намекнуло Ну давайте Попробуем Подтвердить Мою теорию Типа Как в том В том мемасе Про мужика Который сидит И говорит Попробуй опровергни Change my mind Так сказать Окей Хакинг отэпти Да 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 Сеттинг Глобальный Массив Откуда он берется Наверное Из конфига Error Not allowed Так где Такая Константа Ух 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 И на Рей Везде И на Рей Да Да Очень хорошо Очень хорошо Да Так Что тут еще есть Давайте посмотрим Что тут админ панель То инклюдит Includes tpconfig Includes tpconfig Это он смотрит Назад А возможно Его нету Вот этот Конфиг Includes Почему он Кстати странно По какой то причине PHP шторм Может быть так много Ааа Конфиг не создался Понятно Error Плюс Возможно он создается В момент установки T-Hack Ууу Я даже не знаю Что это за язык Такой может быть Start items Любопытно Конечно Любопытно Я как будто Окунулся В свою далекую молодость Когда я примерно То же самое писал Да Да Мне стыдно Я писал Вот так вот Да вот так вот Я примерно Примерно так вот Я и писал Эхо Блог HTML кода И PHP вставки Вот Ну я Все таки делаю Скидку на то Что проекту Очень много лет Но блин За 11 лет Можно было Его как нибудь Немножко переписать Кстати Подождите Подождите Это проекты уровня Enterprise Тесты Тесты Их нет Понятно Ну в принципе Это было предсказуемо Учитывая что Здесь в рекуайрах Есть проверка На версию PHP Но нет проверки На то что Библиотеки установлены И вообще Ну не реквайрятся Никакие Не композеры И нету Required Dev В принципе То есть Видимо Dev окружения В данном проект Не предусмотрено Что конечно Очень печально Но В принципе Почему бы и нет Я кстати Обычно Когда вижу Какой нибудь Legacy Большой проект Который Вроде как Живет Вроде как Развивается Если ничего не путаю Последний коммит был А нет Хотел сказать Недавно Но 30 мая 2019 года Это не то чтобы Недавно Тогда окей У меня есть Второе предположение Быть может Автор Перешел на JavaScript Примерно в этом Время То есть Где-то В 2019 году Давайте посмотрим На его Последние Проектики Репозиторий HTML JavaScript Ну В принципе Как я и предполагал А хотя Может быть Даже Может быть Даже И на Python Автор Переключился В принципе Обычное Дело То есть Если видишь Какой нибудь Большой Legacy Проект И его Ведет Один Два Человека И если Они Им Уже Давным Давно Не занимаются Тут Как бы Есть Несколько Вариантов Что Либо Им Надоело Они Его Забросили Или Он Или Она Вот Выберите Любое Слово Подходящее Под ситуацию Большая вероятность Что человек Просто переключился С одного Технологического Стэка На другой Либо вообще Ушел Из программирования И вообще Забил на это болт Пошел Не знаю Дайвингом Заниматься И Учить Людей Как плавать Под водой Все В жизни Бывает Ну да Не будем Останавливаться Я тут Еще Заметил Короче Да Кстати Композер Инстал Делать Смысла Нету Я тут Еще Заметил Момент Во-первых Здесь Есть Докер Файл Давайте Посмотрим На Его Содержимое Так Рич Авей Этот Проект Я помню Юзал Его Года Два Назад Потому Что Работает PHP FPM Nginx В одном Контейнере Но тут Я вижу Тут Я вижу Использован Имидж Как раз Таки Который В самом Плохом Варианте Такую Возможность Предоставляет Он Стартует Сразу Два Демона То есть Там Стартует Скрипт Запускается Скрипт Который Бэкграунд Отправляет Nginx Бэкграунд Отправляет PHP FPM И они Там Как-то С собой Обмениваются То есть Тут Если Ничего Не путаю В нем Не было Даже Супервайзера И если У вас Nginx Или FPM Упадет Внутри Контейнера То Соответственно У вас Весь Проект Накроется Медным Тазом Помните Об Это Так Дальше АПК Ну это Очевидно Альпайновская Альпайновская Система Эдж Тестинг Это Кстати Очень Плохое Решение Потому что Тестинг Сейчас Я уверен Что Вот этот Nginx FPM 1.3.5 Что он Юзал Какой-нибудь Альпайн Типа 3 Ну короче 3.0 3.1 А сейчас Уже 3.11 На данный момент С тех пор Прошло Много Времени И соответственно Если Юзать Тестинг То у вас Будет Тот Который Альпайн Используется Репозитория Альпайна Тот Который Типа Будет 3.12 Например Ну может 3.13 Я уже Давно За Альпайном Не слежу Я в последнее Время Пацинтосом Так уж Получилось Прилот Модуль Я не знаю Зачем Это нужно Вот это Конечно Странное Очень решение Но окей Environment Тоже Достаточно Странно Но в принципе Я понимаю Почему вот так Было это настроено Вот это Я не понимаю Лучше Сделать Set Minus X E Для того Чтобы он Показывал Команды Которые Выполняются Я имею Ввиду Docker В момент Сборки Имиджа Так Ну здесь Вставятся Модули Расширения Можно на самом Деле Без конфигур Сразу Писать Install Тогда Установка Будет Ити Сразу То есть Конфигур Этап Конфигура Он По дефолту Включен В этап Install Если вы Просто Напишите Install То у вас Конфигур Тоже Выполнится Так LDAP Странно Что здесь Конечно В перемешку Это все Идет Как правило Когда Делают Docker Файл То сначала Делают Ну короче Условно Docker Файл Разделяют На несколько Этапов В один Run То есть Сначала Ставятся Пакеты Потом Ставятся Необходимые Модули Потом Удаляются Пакеты Которые Больше Не нужны Для сборки Этих Модулей Типа Хедер Файла Компилятора Там тоже Это все Удаляется После После сборки И очищается Кэш То есть У вас Первый шаг Выполняется Все необходимое Для того Чтобы подготовить Environment А дальше Уже Правятся Настройки Вот это все Кстати Тоже можно Было Добавить В первый Run Потому что Это все Системные Настройки Которые Не имеют Особого Отношения К тому Что будет Потом Дальше Копируется Тимпасс Docker Start Давайте Посмотрим Что там Находится В нем Окей 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 Google Так А здесь Есть Это Repo.url То А Не Вот Все Есть Окей Вот Repo.url Mkd.sk Меняется Owner Узер на Nginx Что Решение Очень Странное Потому что PHP FPM Работает Из-под Другого Юзера Includes Config А с другой Стороны PHP FPM Не должен А нет Наверняка Он PHP FPM Запускает Тоже Из-под Nginx Из-под Юзера Nginx Так Дальше Идет Проверка Includes Config Config Settings Team Pass Is Ready Кстати Странно В одних Местах Написано Team Pass Где PS Заглавная Тут Написано Team Pass PS Маленькая Странно Странно Так А еще Здесь Должна Быть Exoc Start SH А где Здесь Start SH Я Не Вижу PR SAT S PR Что Я Не Вижу Start SH Может Она Как То Генерируется Config Settings Окей Так Country Point Bin SH CMD Team Pass Docker Start У Alpine Если Ничего Не путаю Можно Юзать Bin Bash Сразу Идет Из Коробки Он Чуть Чуть Пожирнее Чуть Больше Памяти Кушает Но Там Разница 50 КБ Или 120 КБ Поэтому Поэтому Особо Смысла Нет Делать Урезанную Версию Урезанную Версию Shell Которая Не Может Даже В Табы Потому Что Потом Когда Вы Будете Заходить Например На Стрелочке Лево Право Нажимать У вас Будет Карказя Брать Вместо Того Чтобы Курсор Придвигался Ну Что Давайте Уже Попробуем А Кстати Robots TXT Backups Files Includes Installed Sources Sources А Что Сделать Sources Ага Тут Есть Сources Ну Как Минимум Этот Робот Мне Уже Как Минимум Говорит О Какая Структура У проекта Ребята Так Не Делайте Никогда В Robots Пишите Сразу Что Dizalow Звездочка Чтобы Не Показывать Хакерам Где У вас Там Что Находится Либо Используйте Регулярные Выражения То Есть Чтобы Допустим Можно Dizalow Dizalow Звездочка И Allow Slash То Есть Корень То Что Можно Проиндексировать Рутовую Первую Сторонечку Индекс Но Нельзя Индексировать Все остальное Как то Так То есть Это Позволит Вам Спрятать А так Вот Первое Что Первое Что Сделает Какой Нибудь Молодой Хацкер Который Зайдет К вам На Проект На Ваш Сайтик Он Посмотрит Robots TXT Если Он Есть И Прочтет Если Он Из него Структуру Директор Он Уже Точно Будет Знать В Каких Директориях Скорее Просканируется Так Апи Кстати Апи Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим На То Как Выглядит Апи Тимпас Апи Энаблот Один Окей Окей Ладно Допустим Понимаю Ну да Джейсон Энкод С массивом Внутри Будет На два Символа Типа Длиннее Можно И строчкой Сделать Да 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 О Да Так Switch О Да Functions Мне нравится Так Давайте Functions Апи Вершин 215 О Да О Да Да Тимпас Апи Энабл О Какая красота Да Так Что тут еще Дефьюз Статик переменные Дбкласс Includes Лайбарис Датабэис Подождите-ка Includes Лайбарис Аээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ верно password generator это если это исек либо по моему вообще pdf ну короче да как видите здесь вместо того чтобы заюзать возможности композера и через автолоудинг подкидывать классы автор вот по какой-то решил причине склонить все эти библиотеки и в принципе теперь понятно каким образом этот проект превратился из маленького проектика типа там на пару мегабайт в огромного монстра весом 120 метров вот как раз таки одна из основных причин эти эти библиотеки которые ставятся не в папку vendors на этапе допустим установки пока допишешь композер настал они сразу всегда находятся обновлять вот эти вот сторонние либо то еще удовольствие я так делал скажу честно много лет назад типа лет там 7 назад 5 назад ну короче пока с композером не познакомился не научился им пользоваться нормально я вот примерно так же делал да каюсь но не делайте так не надо так делать так ну трансляции это стандартный набор массив единственное вот это вот конечно очень странно выглядит тоже потребили количество неожиданahaha есть ничего они их не на полтора таки это до вернули на ... компьютерске пламят ними сейчас у тебе старых идет блоков ViName которые защищены email адрес для Так, ну, в принципе, в принципе, более-менее все понятно. Давайте теперь посмотрим на Docker Compose. Что здесь предлагает автор? Версия 3, ну, то есть достаточно свежий файлик. Docker Socket, а на кой фиг тебе Docker Socket? Volumes SSL. Здесь есть Volumes, папка. Так, здесь папки Volumes нет. Ну, сам, собственно, Team Pass. Здесь монтируется весь, просто весь проект Team Pass монтируется в папку VHTML. Как я и говорил, это проект для WebRootA. Ну, это, в принципе, очевидно по наличию, во-первых, файла индекс в корне проекта, где это все дело... Блин, лучше бы я тебя не открывал. Да, да. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Да-а-а-а. Да-а-а. О-о-о, да-а-а. Как где же SwitchCase это? Че-то тут не видно, до сих пор. Да-а-а. О-о-о-о-ох. О-о-ох. О-о-о. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха. Ох, фильтр вар. И тут внезапный фильтр вар. Да. Та-та-да, 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 та-та-да. А, вот еще JavaScript. Еще JavaScript. Кому не хватало JavaScript, причем не просто JavaScript, а jQuery, о, parseint. Ой-ой-ой, да, очень. Очень интересный, конечно, способ. Туфа метод. Окей. Окей, ну ладно, да, допустим, не будем придираться к реализации двухфакторки. Что-то мне подскажет, что она реализована неправильно со стороны фронтенда. Но проверять я это, конечно же, не буду. Ну это просто вообще. Во-первых, инисеты. Во-вторых, XSS Protection. Вот, это, конечно, прекрасно. Но я отвлекся, Docker Compose. Так, Nginx. То есть, получается, что проект Team Pass в докере своем содержит версию Image, альпайновский, в котором уже есть Nginx PHP, FPM. И при этом юзает еще сторонние Nginx в режиме Proxy. Так, ну, приятно, что есть разделение на нетворке, фронтенд, бэкэнд. То есть, если Nginx вдруг внезапно похачат, то к базе данных они смогут пробраться только если похачат еще и Team Pass. Но, судя по тому, что мы здесь увидели, я думаю, это особо большого труда может и не составить даже. Так, Virtual Host, это Virtual Environment. По всей видимости, в момент старта композиции, точнее, контейнера Team Pass, Virtual Host прописывается где-то в конфигах. Volumes тоже монтируются. Так, у Nginx есть тут сертификаты. То есть, видимо, была какая-то заготовка под сокет. Я теперь, кстати, под CertBot, я теперь понимаю, зачем здесь сокет. Скорее всего, если сертификаты обновляются, то происходит рестарт Nginx. Что делать, не самая лучшая идея. Лучше сделать, ну, наверное, безопаснее все будет сделать Entry Point, который будет стартовать Nginx. Допустим, цикл While, который раз, например, в день, раз, скажу, еще 24 часа, в цикле будет выполнять Nginx Reload. И если у вас CertBot подкачал сертификат, то Nginx делает Reload и его подключит. Можно, в принципе, это же сделать через Supervisor. Есть разные способы. Вот, но вот этот способ мне нравится меньше всего, когда у Nginx есть прямой доступ к Docker сокету. То есть вы понимаете, что в случае взлома контейнера с Nginx, взломышленник получает доступ вообще ко всем Docker контейнерам, которые в вашей системе есть. И даже не важно, что у него есть доступ только к фронтенду. Потому как он внутри контейнера Nginx будет с правами рута и сможет общаться с Docker сокетом. Ну, короче, короче, пипец. Так, едем дальше. Database, Restart Always. Это плохая, кстати, Restart Always. Плохая идея, потому что Restart Always означает, что остановить контейнеры вы сможете только через Docker Compose. Если вы кильнете их через Docker Stop, например, ну, просто через утилиту Docker, они перезапустятся. Точнее, Docker Kill там, короче, сделать. Что не очень хорошая идея, потому что, ну, все-таки... Все-таки хочется контейнеры, если ты останавливаешь, то чтобы они остановились. А Always означает, что он будет потом стартовать. И единственный способ этой проблемы избежать, это вместо Always писать Analyze Stopped. Вот такую директиву используете. И у вас, соответственно, если вы через Docker контейнер кильнете, он остановится. И также и через Docker Compose кильнете. Давайте скопируем эту конфигурацию. В корень проекта Docker Team Pass положим для того, чтобы не перемешивать исходники и... Docker Compose, YAML. Не перемешивать исходники и Docker. Оставим. В принципе, мне это все нравится. Вот кроме вот этого ужаса, мне это все нравится. А, а логику даун складирует? Неужто он кладет их в этот... Куда-то у себя или в STDA вот пишет. Так, Volumes, Team Pass. Здесь напишем Team Pass. VARH, TML. Напишем DTBase. MySQL. MySQL сервер. Так, что тут еще можно подправить? SSL. Ну, я думаю, SSL нам здесь не нужен. Я буду смотреть это дело все на... Есть вообще, короче, такая мысль. Во-первых, посмотреть, как он стартует. Если он стартует сразу с джинксом, то повесить 80-й порт прямо на контейнер Team Pass. Так, где-то тут, где-то тут. Где-то тут. Так, он берет NGINX PHP FPM. Единственное, что он подправляет, это конфиг NGINX. How to configure PHP FPM. Так, ну ладно, наверное, все-таки правильно будет речь о веей. Не думал я, что встречу в стороннем проекте этот репозиторий. Мне он показался очень странным еще даже тогда, когда я в докере понимал примерно ничего. Так, и нам надо, наверное, с тегом 1.7.4. Ну, я бы не сказал, что прям сильно изменился этот проект с момента 1.3.5. Latest 1.9.0. Фу, 1.9.1. Так, здесь ставятся пакетики. Так, я хотел посмотреть конфиги, которые идут из коробки. NGINX сайт. Localhost. Ну да, вроде на 80-м стартует, так что, в принципе, можно заюзать. И тогда непонятно, зачем нужен этот NGINX-прокси, если здесь можно сразу настроить его в режиме SSL. Хм, здесь есть Supervisor D. Любопытно, любопытно. Так, а как его заставить работать в режиме без SSL? PHP 7.4.5, Alpine 3.11. Так. Это похоже на стандартный скрипт сборки Alpine PHP. Я подобное уже видел несколько раз, да и сам свои аналоги делал. PIP. Окей. А, через PIP ставится CertBot. Ну, вообще, тогда смысла в стороннем NGINX-проксирование я не вижу. ConfSSL. Так, ну, короче, по дефолту SSL выключено, то есть мы можем спокойно ставить вот это убирать. И здесь писать Ports. Ports 8080. Давайте напишем 127.0.1 8080. И, знаете, наверное, я эти нетворки уберу, нафиг они не нужны здесь. Так. Version 3. 3 означает 3.0. Сейчас, по-моему, уже 3.4 или 3.7 даже версия Docker Compose. Я тройкой не пользуюсь почти. У меня в основном 2.4 всегда. Потому что в 2.4 можно рулить ресурсами, типа, количество используемой памяти разрешенной, количество ресурсов процессора, которые можно заюзать. Так, да, ну и рестарт. Analyst Stopped. Рестарт Analyst Stopped. Обычно я пишу название имиджа первым в списке. Environment, TeamPass, Example. Давайте сделаем просто virtualhost. Нужен ли нам virtualhost тогда? Давайте без него. Хотя, 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 хотя. Напишем localhost. Или на всякий случай TeamPassTest. Как-то так. И еще интересно, можно ли несколько virtualhostов указать. Но это маловероятно, конечно. Все-таки проект не такой продуманный. Один человек вряд ли может учесть так много возможностей. Так, ну и стартуем, наверное, да? Попробуем стартануть. Да, кстати, пока не забыл. TeamPass есть на Docker Hub. Вот этот путь у имиджа, который прописан, можно найти на Docker Hub. Ссылочка будет, ну, вы догадываетесь, где, наверное, уже догадались. Так, requirement. Посмотрим, что здесь есть. MySQL 5.1 или больше. PHP 5.0 или больше. Extensions. Я не думал, я не знал, что Git это Extensions. А, фу. Блин. Я не показал, что здесь написано Git. JD. Ну, ладно, окей. Installation Related Pages. With Docker. SSL is not provided. Странно, очень, оно даже provided, надо просто чуть-чуть имидж обновить, переводы на разные языки. Junu Aferro GPL website template for TeamPass dotnet. Так, посмотрим теги. Меня уже, кстати, смущает updated 2 years ago. Это май 2019, май 2019, это уже не 2 года назад, это как минимум полтора года назад. То есть, ну да, как минимум полтора года назад. То есть, если моя догадка верна, автор не использует автобилды, он использует для тегирования вручную Docker Push. И это одна из причин, по которой имиджи такие старые. Давайте посмотрим билды. Ну, автобилдс. Ну да, вот. И, любопытно, вы посмотрите, 1 миллион pull request'ов, офигеть. То есть, проект все-таки очень востребованный. И даже как-то странно, что он находится в таком плачевном состоянии, ну, с моей точки зрения. Проект востребованный, на Docker Hub пользуются люди им, и все равно... То есть, смотрите, имидж давно не менялся, а pull request'ов, тем не менее, 1 миллион. То есть, люди реально... Это, получается, 1 миллион уникальных установок. То есть, люди очень хотят этой системе пользоваться, но она слишком enterprise. Слишком enterprise. Слишком. Так. Давайте попробуем запустить этот Docker файл. Docker Compose. Вроде мы здесь все прописали, что требуется. Соттерминал, Docker Compose. AppD запустим. Ну, а пока она разворачивается. Давайте переключимся на документацию, посмотрим, что здесь написано. Я, когда этот интерфейс увидел в документации, мне на самом деле многое стало понятно. Вот. Я уже примерно понял, что меня ожидает. Вот. Ну, то есть, первое впечатление о программе... Во-первых, у меня было только две вводные. Я знал, что она PHP. И... Да, пожалуй, этого достаточно. Я знал, что она PHP. Вот. Когда я видел этот интерфейс, в принципе, вот у меня прямо перед глазами встали паттерны программирования, популярные в те времена. Тут даже видно стандартные элементы jQuery. Вот это вот стандартное jQuery-дерево, jQuery-3. Это вот стандартные плюсики. Как они там назывались, блин? Аккордеон его. Вот. И я понял, что меня ожидает. Меню бар. User profile. Ну, меню бар, конечно, в 21 веке это очень такая... Очень популярная фича. С которой просто я даже не могу представить современное. Ага, у меня там что-то запущено на беке. Сейчас я выключу свои проектики. Так, ну, со второй попытки оно все-таки запустилось. Продолжим с докой. User profile. Ну, это прикольное, что фичер реализован. Inline Changes, да, достаточно современная. Современная, да, такая функция. 3 load strategy. Стратегия. Стратежу. Permit to decide if the folders 3 is loaded in one time or sequentially. Таймзоны. Ну, это стандарт. Таски. Хм, интересно. А, таски не в смысле ищутся, типа как в джире, а в смысле, что есть какие-то фичи. Select profile image, изменение аватарки, изменение пароля, соль. Ну, в принципе, во времена 5-6 соль была актуальна. Ресет, соль. Так, ну, окей. Окей, понятно. Айтемсы. То есть пароли здесь называются айтемсами. Либо, возможно, директории тоже, наверное, в которых пароли хранятся, наверное, тоже называются. Foldress 3. Так, ну, прикольно. Айтемс лист. Ну, да, походу, все-таки пароль. Это айтем. Информация об айтеме. Поиск айтемов. Все странно, что бинокль. Это что-то со времен Windows 98, я помню, бинокль раньше был вместо увеличительного стекламиста. Это вот, как он называется, я забыл. Глаза, короче. Стиклаз, типа того. Rink and U item. Создание записей, изменение записей, добавление файлов в запись, история изменений записи, удаление, восстановление. А, то есть здесь еще save-delete предусмотрено. Интересно. Массовый перенос. Перенос айтемов по директориям, удаление. Making change proposal. Опциональный item сделать. Подтверждение, удаление. Окей. Аутентификация. Ну, стандартная форма. Кнопочки очень тоже напоминают jQuery. Какие-то там стандартные кнопочки. Ну, просто как будто посмотрел во времена, когда я еще маленький был, совсем неопытный джуниор. И только-только вот начинал свой путь. Я такое много где видел. Secure login. Ubiqui. Любопытно. То есть тут двухфакторка реализована через Ubiqui. Юбикю. Интересно. Аегис. Ха. Любопытно. То есть, по всей видимости, здесь все-таки основной акцент идет на безопасность. Поэтому все остальное в этой системе немножко странное, скажем так. Потому что, видимо, большую часть времени потратили на имплементацию этих фич. И вполне логично, да, что у автора пропало желание продолжать какую-то дальнейшую работу. Definition. Администрирование. Ну, definition. Определение. Администрирование. GUI. Создание категории. Удаление. Так, ну. Field Data Encryption. То есть, можно еще здесь шифровать элементы. Ну, подозреваю, что там криптография какая-то совсем простая, типа MD5. Description. Show next screen capture. Сожжясь. Окей. Main page. Предложение. Валидовать предложение. Удаление предложений. Offline mode. Read only mode. Read only mode. Consider offline mode. Export items inside XML page. Which can be used throughout the kind of... Web browser. Хм. Интересно. Интересно. Using offline mode. Обновление. Period. Expiration. Data Encryption. А нет, все-таки, а есть 256. Ну, это тоже уже не самый, далеко не самый. Message Integrity Schmack. CDF. Ну, ладно, окей. Допустим, криптография более-менее, более-менее современная. И требует соль. Импорт значений. Можно экспортировать из Excel или KeyPass. Очень круто. То есть, KeyPass, то, что поддерживается, это отличная идея. Другой момент, что KeyPass экспортируют тоже в формате Excel, типа того. В формате CSV. Вот. Так что, ну, не то чтобы это прям супер достижение, но хорошо, что так есть, да. From KeyPass. XML, видите, здесь, да? А, XML даже. Здесь даже XML формат. Я думал, CSV. Я уже думал, совсем тут жесть. General. Так, Start Export. Едем дальше. Что здесь еще есть? Automarical Password Change on Remote Server. Ну, это, по всей видимости, клиент изменяется. Это создание папок. Профайл юзера. Так, ладно. Я думаю, с этим все более-менее понятно. API давайте еще посмотрим. Third Party Application. Massive JSON. ReadSpecific Item. TeamPass App Index. Read User. Да. Ну, тут, как говорится, писали доку про API, как могли. И мне вот странными кажется, 1, 2, 3, ну, 1, 2, 5, типа там, 22. Можно использовать ArrayFilter, если ничего не путаем, метод называется PHP, который как раз-таки порядок, order выправляет. И у вас нету вот этого вот убогого key value значения. Потому что, ну, на JavaScript не так-то и просто делать... Ну, ладно, не буду. Не буду сейчас на это отвлекаться. Примерно на Curly. Ну, в принципе, вот это можно было все на Swagger написать. Потому что тут не так уж сложно было так. Overview. Formation Base S4 Encoding. Окей. Update Item. Delete. Так, примеры использования. Месяц сценариев. Ладно. Ну, и напоследок, TeamPass Connect. TeamPass Web Browser Extension. To a TeamPass Database. Overview. Search. Grab. Settings. About. Так, подключиться к TeamPass. Искать. Заполнять формы. Изменять credentials. Ну, и так далее. Добавлять, удалять. Требования. TeamPass version 2.1.17. 2.1.27.10. TeamPass API version 2.1. Firefox минимум version 57. Firefox. То есть, короче, получается, что этот экстеншен, он только для Firefox. И валид юзер лицентств. Реал лицентств can be obtained at apk enabled in TeamPass. То есть, надо еще включать API. Окей, окей. То есть, это не по дефолту. Давайте попробуем загуглить TeamPass Connect. Firefox. Что-то я Firefox extension. Может, он упал. TeamPass Connect. TeamPass Connect not available for Firefox Quantum 57. Типси is available for FFF. Я что-то не пойму. Я, может быть, что-то не пойму. TeamPass Connect. Даллоды Firefox. Ага. То есть, тут, короче, даже он не публиковал его в список экстеншенов Firefox. Странно, почему это, ну, там, во-первых, есть автоматическая проверка безопасности на всякие уязвимости, что очень удобно. Легко устанавливать. Там проверки всякие. Может быть, с критографией как-то не разобрался. Ну, вообще странно, конечно. Так, ну, а тем временем проект, я думаю, уже создал базу данных. Да, вот тут уже посоздал TeamPass базу. Ну, я думаю, он там прописал все необходимые настройки, типа там, юзер и так далее. Единственное, что здесь я не вижу, алоу-фром MySQL-овский. То есть, можно ли будет тут из-под рута... А, да, из-под рута здесь нету. А, рут-паспорт есть. Можно ли будет здесь тут из-под рута подключиться? Давайте я еще разве что порты сделаю. У Мускул, если ничего не путаю, порт 3306. Вот, давайте его и прокинем. Из контейнера. К нам во внешний мир, так сказать. Есть такая вероятность, что... UserRoot. Так, созданное твое юзер рут, да. В принципе, как я и предполагал. Сделаем небольшой шаг в сторону. В одном из проектов про цикл... Ну, там, где у меня цикл видосиков про плагин Lighthouse. Я тоже создавал лукер-файл. И в нем у меня была такая переменная окружения. Называлась на MySQL root host. Равно процентик. Это значит, что рут может подключиться с любого хоста. Давайте скопируем строчку эту. И пропишем здесь. Еще придется нам... Контейнер остановить. А, да. В кавычках. Контейнер придется нам остановить. И удалить... Рекурсивную базу данных. Ваше здоровье. Короче... Попробуем запустить еще раз. Тут должна пойти установка. Еще база данных. Тимпасс не создана. Судя по списку директории... Ага, вот все. Поддалась. Так. Пароль рута MyPath. ShowDataBases. Хорошо. Use. Тимпасс. Вот не люблю старый MySQL. У него не было... Автодополнения. ShowTables. Таблички еще не посоздавались. Но, возможно, идет просто процесс... А, какой процесс миграции? Это же... Это же Тимпасс миграцию выполняет. Ну, и теперь, наверное, надо передвигаться на Localhost. Откроем браузер. Localhost. Ага. Ну, кстати... Наверное, меньше 10% проектов на опенсорсных каких-нибудь веб-интерфейсов имеют интерфейс установки. Поэтому, ну, как минимум за это автору респект. Странно, конечно, что... CreateDatabase. User. Ну, ладно. Ладно, окей. Мне нравится, нравится. Несмотря на дизайн, вот я чисто как бы кендер смотрю, что... Очень даже... FullUrl Team Pass. Next. И... А, может быть, лаунс чек надо сделать. Execution Time Limit. Окей. Так, хост. Ну, тут, очевидно, надо скопировать настройки. Хост. Возьмем хостнейм. DB. DB name называться будет TeamPass. Логин TeamPass. Пароль TeamPass. Next. А, лаунс, наверное. Connection Successful. Ну, вообще, кстати, наверное, не лаунс. Надо было сделать Execute Test. Но, придирайся. Absolute Pass to SaltKey. SaltKey is stored in file. Call it Skype HP. But for security reason, this should be stored in folder outside VW. So, please indicate scared part is as folded. It's sealed. It remains empty. It will be stored in file. TeamPass includes account setup. Ну, давайте сделаем просто админ. Admin. Launch. Affirmation Storage. Так, и он должен был в TeamPass в Includes положить. И... Ты что-нибудь положил сюда? Ладно. Ничего не положил. Now Populating Database. Ага. То есть, теперь он, короче, посоздавал таблички. Давайте, давайте. MyPass. 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 TeamPass. ShowPass. Что? Tabless. TeamPass. Techs. Окей. Да, окей, хорошо, ладно. Ладно. Волчу, волчу. Write new settings php file to your server configuration. Write new escape php file to for data encryption. Change directory security permissions. Так. Ага. TeamPass security key. Skype php. Don't change it is. Цена ключа. Понял. Next. Thank you for installing TeamPass. Final step. Login as admin. Move to authentication page. And start using TeamPass. The administrator login as admin. The password is what you have written in installation process. Так. Move to home page. Launch. Next. Ладно. Move to home page. Maintenance mode has been activated. Only administrators can log in. Admin. Admin. Session durations. Видимо, на базе php sessions. Реализована. Ну, кстати. Кстати, кстати. Даже несмотря на свой преклонный возраст. Система работает. Система работает. Server time. Это, видимо, он из UTC читает. У меня сейчас больше времени. 2009-2020. Один user online. Очевидно, что sending anonymous statistic. Как select all. Send. Send. Узер. Узер. Пасси. Креатер. НО. Так. Save your settings. Так. Ладно. Redsend for update. Communication means. Ну, в принципе, да, как раз и библиотеки, которые я видел Вот еще Джек Выревский библиотеки Ну, да, вот тут все знакомые штуки, которые я надеялся больше никогда не встречу Они вот, вот они, вот они, красивые Ну, я думаю, давайте полазим по интерфейсу, посмотрим, что здесь есть Две звезды И, что значит, и Я не хочу ничего отправлять, что он все время включает Сеттинги Custom Login Logo можно выставить Login Message Maintenance Mode Выключим, давайте Login using HTTP Credentials Ага Warming Tooltip Proxy Server IP Time Zone ETC Давайте сделаем Russian Мы же Russian, правильно? Log Password Item Used by Users Так, и сказали, что здесь должен быть сразу, сразу, короче, бесшовное обновление Что-то я этого не вижу Может быть, не все элементы системы переведены RedSense Software Update Окей, я даже, я даже не знаю Я вроде русский включил Давайте не будем играть в судьбу Я знаю, как хорошо работает русский язык во всех этих старых проектах Опа Это, кстати, тоже одно из требований Которые у меня есть к системам хранения паролей Это возможность использовать авторизацию при помощи LDAP сервера Windows Active Directory POSIX LDAP Use LDAP Tract SSL И role manager of role administrator Круто Я, к сожалению, сейчас не могу проверить, насколько оно хорошо работает Ибо тот тестовый LDAP сервер, который у меня был уже давным-давно Он открылся медным тазом И восстанавливать его сейчас смысла особого нет Но приятно, что такая возможность есть И я, кстати, более чем уверен, что авторизация через LDAP работает Потому что, ну, проект, вот, несмотря на свой преклонный возраст Демонстрирует мне, ну, как бы так сказать То, что он работает Это большое достижение Часто бывает, что какой-нибудь допотопный проект древний Давайте API Access включим Какой-нибудь древний проект Он, как правило, не запускается на современном окружении Что немножко расстраивает Администрation Required to file to get logged Enable Google to factor Duo, Ages, Ubico Прикольно, прикольно Так, new key Key label Давайте какой-нибудь confirm Тут прям можно даже скопировать Подозреваю, что этот ключ потом надо будет в extension указывать Так, дальше список То бишь дерево Manage folders Top Parent folder нет VeryVic Можно, кстати, сразу Права настройки на пароли Пароли Parent Access to roots Фолдер Давайте тест Чтобы он внутри топа был Минимум паспорт стрейта Зачем это делать? По идее, он же должен наследовать права Права Ну окей, ладно Допустим, я что-то не понимаю Так, это что? Manage roles Manage roles Ну тут очевидно, я подозреваю создание Создание обычных ролей Required password straight Твой ревик грамотно только так как это немножко не очевидно вот по вот этому по вот это вот список юзеров вот в api здесь еще есть отдельные юзер api которые могут быть давайте сделаем паша ваша 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 пароль ваша ваша мне нравится ваша ваша ком из админ из супер менеджер из менеджера и долл его нет это супер create folder android for pasha я чё-то не пойму персонал фолдер ну ладно окей паша паша окей так утилитис генерит генерит лог файлов паспорт и не вудон листов ассорт римуэт by users с логи тын прикольно даже ауди здесь есть клево клево для того чтобы не палить свой так сказать домашний firefox я сейчас попробую запустить порт и в портабельную версию firefox я тут его уже скачал тут в примере простенький скриптик create simple shortcut your profile id и здесь можно сделать новый mode p понятненько понятненько create profile default вот в общем я сейчас попробую это дело настроить и посмотрим работает ли extension ну что-то мне подсказывает что extension работать должен в общем увидимся после того как firefox запустится окей удалось запустить пришлось создать дополнительный профайл потому что по дефолту firefox хотел почему-то юзать мой собственный который есть но это не страшно в общем все заработало ссылочку на этот стек оверфлау скину под видосиком так что не переживайте старт сетап да ладно пофиг mozilla mozilla так extension extension нам потребуется темпасовский по моему он был на сайте темпас 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 . нет он назывался так connect темпас connect а где же там ссылка была так einmal cube Welcome темпас темпас конлект firefox extension widely found recent фонтум так где то тут ссылка была да вот темпас connect странно на dairy телефон амн дж 영화 ааааа ахахаа до dairy сей с hurt тель окей так скопируем эту ссылочку сразу файерфокс и воткнем а я понял я понял я понял автора Firefox. И он не тестировал на Google Chrome. Смотрите, как гладко здесь отрисовка идет. Окей. Save File. Open File. И как его установить? Может быть, через аддонсы? Learn more. Extension. Manage Install Addons from File. Yes, ADD. Окей. I think I've got this. Manage. Так. Откроем сразу. Вот этот, наверное, ключ. Надо будет. Details. Allow automatic updates. Run in private mode. After version last update. Permissions. Так, вот это, да? License. Information. Request real codes. То есть, подожди. Мало того, что эта программа, так сказать, похожа на какое-то странное legacy, так еще и автор просит денежку за то, чтобы использовать базовый функционал. При этом программа является опенсорсной. И если ничего не путаю, TeamPass Connect можно скачать вообще в принципе вручную. Register. Да, очень интересно. Очень интересно. Я подозреваю, что протестировать мы не сможем данную систему. Потому что мне, если честно, не очень хочется отправлять через эту форму запросы. Меня пугает кривизна. Хотя, даже несмотря на то, что написано на Bootstrap, я не знаю почему. Она такая кривая, косая, вся какая-то непонятная. Ну что ж, давайте попробуем подвести какой-нибудь, какой-никакой итог. Я вам тут вот так вот буду ездить, чтобы вам тоже было так же приятно, как и мне. Ладно, ладно, шучу не буду. Конечно, к проекту TeamPass лично у меня очень много вопросов. В основном они связаны с актуальностью системы, учитывая развитие технологии, которое произошло за последние 11 лет. Ну, проект запущен был в 2009 году, и за 11 лет очень много чего изменилось. Да даже за год меняется столько, что просто офигеть. От них только ангуляров выходит, 20 новых версий. И, блин, этот проект, он как будто, знаете, застрял вот в те времена 2010-2005 года. То есть тут как раз-таки используется паттерн времен PHP 5, PHP 5.5, 5.6. Тут даже несмотря на то, что система работает, несмотря на свой преклонный возраст, работает сейчас в докер-контейнере, хоть как-то запускается, конечно, использовать ее, мягко говоря, небезопасно. Тем более, если вы планируете делать какой-нибудь доступ для сотрудников, и эта система, допустим, будет доступна через интернет. Это просто стопроцентный способ слить вообще все пароли, просто подарить хакерам полный список всех ваших паролей на блюдечке. Поэтому, ну, чисто с технологической точки зрения это уже, в принципе, небезопасно. Из моментов, которые понравились, то, что, ну, система работает, несмотря на свой возраст, она работает. Тут из песни слов не выкинешь, она действительно выполняет свои задачи, там можно менеджить, можно настраивать юзеров, fold-up, скорее всего, тоже работает, но проверить это, к сожалению, не смог. Extension есть, но, как видите, по всей видимости, автор решил как-то начать монетизировать свой проект. И, возможно, в какой-то степени это было вот последним гвоздем в гробу данного проекта. И, возможно, это тоже одна из причин, по которой развитие проекта остановилось. Людям он стал неинтересен, даже несмотря на то огромный, на миллион загрузок, господи, больше миллиона загрузок докер-контейнера. Это насколько система востребована. Если бы автор пошел дальше и чуть-чуть как-то изменил свою точку зрения, я думаю, проект бы попер просто ракетой вверх. Ну, а сейчас мы видим, так сказать, живой труп ожившего мертвеца. Привет из середины, точнее, да, из десятых, из 2010-х годов. И, к сожалению, боюсь, данный проект хоть и прикольный по-своему, но пользоваться им, вряд ли, я кому-нибудь смогу порекомендовать. Ну, а на сегодня все. С вами был Павел Злой. Жмите, пишите, знаете, что делать. Уже взрослые все. Судя по статистике Ютуба, средний возраст моей аудитории примерно 25+. Поэтому я уверен, что вы все знаете, что обычно нужно делать после просмотра видеоролика. Для того, чтобы он чуть-чуть выше в рейтинге Ютуба вылезал и о нем узнало больше людей. Также хочу напомнить, что у меня есть всякие разные донатилки. Если вдруг вам нравится то, что я делаю и хотите как-то поддержать, я буду очень вам благодарен за это. Также хочу напомнить, что у меня есть Twitter и группа в Steam. Если вам вдруг интересно посмотреть мою точку зрения на игры, которые так или иначе рассказывают о том, как надо программировать, хакингом заниматься. Ну, или если вам нравится космо-тематика, то да, еще подписывайтесь на куратора в Steam. Вступайте в группу Steam. Ну, а я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok